Всем привет и мы продолжаем игру черепашки не интеллигенты и сегодня у нас испытание класса эксперт усиления технодрома. В этом испытании 5 эпизодов ограничено количество героев, участвуют мультяшные черепашки, классические, оригинальные. Кроме того есть отдельный герой, это Эйпли Ланил, Кейси Джонс и Сплинтер. Что ж, начнем первую битву и для первого сражения я возьму классических черепашек. Раф, Лео, Микки и Донни. Что ж, вперед, черепашья сила, 3 волны в данном эпизоде, вот попадают наши герои в какую-то, это я так вижу друзья, то ли какой-то подземный переход, то ли что-то подобное. Итак, начнем битву и в начале боя Микеланджело усиливает нашу атаку, вот благодаря своему танцу он прокачивает дополнительный урон. И Лео наносит мощнейший удар катанами сверху, без проблем выбивает первого Маусера, следующего пытается уничтожить Раф, метукатализационный люк. Здорово, кроме того, оставшийся врагов забрасывает с сюрикенами Микеланджело классический. Ну что ж, неплохо, итак, классические черепашки начали довольно неплохую битву, без проблем уничтожили первую волну, переходим ко второй, и здесь уже появились вот футы. Что ж, ничего страшного, сейчас мы их протестируем, и Донни стреляет из телепортационной пушки, без проблем выбивая первого фута. Следующего Маусера пытается добить Микеланджело, и так наносит мощные удары нунчаками со скейта, выбивает противника, а Лео тем временем призывает к атаке. Братьев, что ж, супер, кроме того, Раф угощает братьев пиццей с кетчупом, тем самым усиливая наш отряд. Что ж, неплохо, итак, давайте-ка продолжим битву, и Донни активирует кофейную машину, которая, взлетая как ракета, наносит массовый урод, сметая оставшихся врагов. Отлично, итак, добрались мы до третьей волны, в которой уже встречают классические бандиты, это Рокстаги с Бебопом. Ну, вначале, давайте-ка, друзья, я попробую выбить футов и Маусера, а потом взяться за Рокстаги. И да, в принципе, мы можем накрыть их сплошной волной, что делает Раф классический. Он срезает вот крышку сводного гидранта и просто шутя сметает, вот смывает оставшихся врагов, и это приносит нам победу. И так, друзья, классические черепашки очень неплохо себя показали. Вот, давайте-ка возьмем для следующего боя оригинальных и посмотрим, что из этого получится. Итак, Дони, Микки, Раф и Лео идут в атаку, вот как-то попалась Эпил, высаживаем ее и продолбожаем битву. Ну что ж, круто, круто выглядят оригинальные черепашки, вот, и я думаю, сразу же начнем мощные удары. Микеланджело оригинальный в прыжке бьет мучаками, без проблем расплющивает первого фута. Следующего пронзает Катана Лео, опять же, в прыжке наносит критический урон, неплохо. У Дони своего оружия он в прыжке бьет боу, отлично. Что интересно, а вот Раф просто наносит удар ногой, не используя Саи. Тем не менее, наши герои довольно-таки шутя. Вот, справились с первой волной, переходим ко второй. Вот, если есть массовые атаки, сейчас мы ее будем применять. Да, есть. Итак, Микеланджело активирует бомбу, которую рисует художник. Взрыв и да, победа. Ну вот, не осталось даже пыли. Шутя он подорвал вторую волну, с третьей уже придется потяжелее. Тем не менее, Лео выскакивает из экрана, привлекает внимание к себе, вызывает врагов на бой. И я думаю, нужно, друзья, применять тяжелое вооружение. Уже Дони. Итак, Дони метает уголок, выбивая его из экрана и наносит критический урон. Ничего себе, Бибоп выживает. Бибоп выживает. Что ж, я думаю, друзья, нужно использовать еще одну массовую атаку. На сей раз Раф оригинальный собирает слова, как Сюрикен и метает. И да, вот просто-просто шутя сметает оставшихся врагов. И мы переходим к следующей волне. Итак, вот он. Вот он, технодром, который пытается навредить. Навредить нашим героям. Что ж, надо усиливаться. И вот Микеланджело прокачивает иммунитет. Вот теперь враг не сможет наносить на нас негативные эффекты. А Лео рубит экран и осколками забрасывает технодром. Вот здорово. Третью часть удалось снять. Тем не менее, враг выживает. Что ж, пришло время очищения. И вот Донни подлечивает, усиливает наши герои. А Раф наносит смертельный удар из-под земли. Своей особой атакой. Да, ничего себе. С первого удара добил противника. И это принесло нам победу. Что ж, бой получился прикольный, интересный, забавный. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК Рокстеди классического. Что ж, неплохо. Итак, друзья, давайте-ка я возьму третий эпизод. Вот. И для третьего эпизода, наверное, мы соберем команду мультяшных черепашек. Раф классический, оригинальный уже сработали. Давайте-ка мы подключим и мультяшный. Итак, черепашки из мультика. Пять волн в данном эпизоде. Враг не прост, но я надеюсь, у нас все здорово получится. Итак, в начале боя Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря своему вот такому вот забавному танцу. И теперь вражеские удары будут проходить мимо. Кроме того, друзья, я подключаю сразу же массовую атаку Лео. Выбрасывает две катаны вверх. Он превращается в стальной смерч. И шутя просто разносит первую волну. Со второй уже навряд ли это получится. Хотя мы можем подключить Рафа. Итак, ударом с разворота он выбивает первого противника. Вот, отлично. Дони тем временем, вот я думаю, то ли прокачивать защиту, то ли забросать врагов сюрикенами. Давайте-ка забросаем сюрикенами. Итак, Тони забрасывает врагов сюрикенами. И да, без проблем проходит через вторую волну. Вот, а третий уже будет посложнее. Довольно-таки серьезные враги. Тем не менее, вот сейчас мы потестируем дымовую бомбу Микеланджело. Вот, бросок, взрыв. И вот под дымовой завесой выбивает первого фута. А Лео пытается зарубить второго. Рафа, ударами катан, он добивает противника. Вот, пытался что-то сделать Маусер, но Раф без проблем его уничтожает. Кроме того, Раф вызывает Рокстеди и Биба по набой. Вот, вынуждает тем самым атаковать только этого героя. А вот Дони не хочет рисковать. Активирует электронные устройства. И у нас появляется дополнительная защита. Вовремя Биба атакует, оглушает Рафа. Тем не менее, Раф даже под оглушением, вот, в свою очередь, снимает большую часть здоровья. Ну, а Микеланджело, тем временем, решил перекусить пиццей с кетчупом. Угощает братьев и усиливает наш отряд. Опять же, вовремя он это сделал. Смотрите, что делает Рокстеди. Он пытается добить Рафа, но Раф контратакует. Вот, кроме того, усиливает наш отряд Медитация Лео. Вот, просто великолепно. И нам нужна победа. Нам нужна победа. Итак, Дони подрывает Рокстеди, а Микки запинал Бибапа. Великолепно. Итак, без проблем наш герой прорывается в технодрому. И здесь уже нужно уничтожать его манипуляторы. Вот, механические руки. Очень здорово проходит удар Лео. И Микки добивает... Нет, не сумел. Не сумел Микеланджело добить первый манипулятор. Он, манипулятор, в свою очередь, стреляет. Наносит урон. Но все же таки Раф добивает. Вот, переходим ко второй его механической руке. И, ну и здесь, без усиления и ярости Рафа нам не справиться. Вот так здорово горят его глаза. Да, Дони наносит мощные удары своим Бо. И Лео добивает ударом Катаны. Да. Технодром третьего эпизода уничтожен. Венер, вернее, его манипулятор. И мы идем с вами дальше. Итак, наша награда это ДНК Шредера Классического. Что, конечно же, здорово радует. Вот, кстати, сейчас будем сражаться за ДНК Крэнга Классического. Итак, давайте-ка я возьму тех героев, которых еще не участвовали. Ну и на помощь им еще нужна какая-то классная команда. Вот, возьму-ка я Дони Классического. Вот, и думаю, кого бы еще взять на помощь нашим героям. Из героев покруче. Эх, нету черепашек видения. Что ж, тогда давайте-ка. Лекарь, в принципе, у нас есть. Вот, если что, Эпел Анил подлечит наших героев. Ну, а я пока возьму какого-то героя вот с мощной атакой. Думаю, кого бы взять. Ну, давайте-ка, друзья, возьмем левого оригинального. Он, в принципе, здорово мне нравится. А вот левый из мультика не хочу брать, так как у нас уже есть лекарь Эпел. Ну, что ж, вот такой вот прикольный получился отряд. Вот, не уверен я насчет его атаки, но пока давайте-ка попробуем уничтожить врагов. Просто метнул осколки. Вот, неплохо наносит повреждение левое оригинальное, но я ожидал большего. Я ожидал большего. Я надеялся, что он без пробег сметет первую волну. Не получилось. Что ж, возможно, Кейси Джонс поможет. Да, Кейси добивает взрывом гранаты первую волну. Мы переходим к следующей волне. И вот я очень надеюсь на Дони. Вот, хотя Эпел тоже пытается что-то сделать. Она атакует разумом. Оглушает, вернее, выбивает Маусера. А дальше я подключаю кофейную машину Дони классического. Итак, массовый взрыв. Вот, выживает робот Крэнгов. Ненадолго Лео уничтожает его ударом катаны. Что ж, неплохо. Третье волна. Здесь, опять же, нам нужны массовые атаки, но я не уверен, что я сумею что-то сделать. Кстати, смотрите, возле Бибоба повышен урон. Поэтому я надеюсь, что удар катаны спринтера добьет противника. Не сумел, не сумел Бибоб его уничтожить. Но, возможно, вот взрывная шайба Тейси Шонса подорвет противника. Удалось. Удалось это неплохо. Дальше я вот пытаюсь атаковать Рокстаги. Здорово проходит удар Эйприл. Кроме того, Дони атакует массовой атакой с вертолета. Здорово. Отлично. Удалось выбить фута, ранить остальных врагов. Тем не менее, враг не сдаётся. Тейси Шонса пытается контратаковать. Лео вызывает Рокстаги на бой. Вот, привлекает к ним себе внимание. А спринтер бьет по уязвимым точкам. Вот, теоретически он должен добить Рокстаги. И последнего фута уже поджаривать электрошокером Кейси Джонс. Да. Итак, третья волна уничтожена. Переходим к четвёртой. Что я могу здесь делать? Я могу пытаться уничтожать манипуляторы. Но вначале давайте-ка я немножко усилен наш отряд. Итак, Эйприл при помощи Черепофона. Вот, подлечивает наш герой. А Дония атакует телепортационные пушки. Неплохой урон. Вот, половину здоровья удалось снять манипулятора. Сплинтер ещё наносит критический удар. А Лео добивает. Отлично. Итак, первый манипулятор уничтожен. Переходим ко второму. Вот, Сплинтер бьёт по уязвимым местам. Кейси Джонс добавляет клюшкой. И, возможно, Эйприл добьёт ногой. Нет, не сумела. Не сумела Эйприлс сделать, вот, добить. Но Кейси Джонса выпал шанс. И он уничтожает манипулятор клюшкой. Переходим к следующей волне. И здесь уже толпа классических негодяев. Вот, придётся уже с ними довольно-таки серьёзно посоржаться. Итак, Донни бьёт ударом ноги. Снимает половину жизни Рокстеди. Лео пытался добить, не получилось. А вот Сплинтер добивает противника ударом по уязвимым точкам. Отлично. Эйприл атакует Бибопа. Разум наносит неплохой урон. И, да, обновилась граната Кейси Джонса. Он метает взрывчатку. Ох, ничего себе, сколько урона удалось нанести. Ну и враг активизировался. Шреддер классический призывает помощь из новой измерения. Вот досталось немножко нашему отряду. Вот, контратакуя, Сплинтер выбивает Шреддера. А Лео забрасывает врагу осколками. Да, Бибопа тоже нам удалось уничтожить. Остался только Крэнг классического. И у него нету шанса. Итак, Сплинтер медитирует на шесте. Ещё более усиливает наш отряд. А Эйприл метает веер. Бросок и победа. Ну, просто великолепно. Что ж, хороший бой, хорошая победа. И мы идём с вами дальше. Наша награда это ДНК Крэнга классического. Что ж, неплохо. Перехожу, друзья, к пятому эпизоду. Финальному. И для него мне нужны все силы наших героев. Нам нужен самый мощный отряд. Вот, который мы можем победить. И я что думаю, друзья. Возможно нам взять черепашек из мультика. И на помощь добавить им сенсея. Вот таким вот забавным отрядом пойти в битву. Либо вот взять Рафа классического. Вот, Донни оригинального. И Донни классического. В принципе, вот эти герои, черепашки, мне нравятся. Но, всё-таки, я думаю, давайте-ка мы остановимся на классическом варианте. Учитель Сплинтер и черепашки. Из мультика против классических негодяев. Да, мне кажется, так будет лучше. Так, целых 7 эпизодов. Очень-очень серьезная битва. Вот, в начале боя давайте-ка мы прокачаем уклонение. Вот, не стоит рисковать. Довольно-таки высокие уровни. Вот, с такими ударами. Два-три удара. И противник может нанести серьезные повреждения нашему отряду. Да, вот смотрите. Сразу же досталось Сплинтеру и Микки. Вот еще один удар. И жизнь нашего отряда уже, друзья, мне не нравится. Вот, здорово. Сплинтеру удалось добить противника. Вот, враг продолжает атаковать. И это уже, друзья, мне не нравится. Смотрите, сколько жизни врагам удалось снять с не нашего отряда. Вот, я пока могу, конечно же, подлечить. Но давайте-ка, наверное, пока этого не буду делать. Сэкономлю жизнь нашего отряда. Вот, когда будут более серьезные ранения, тогда будем лечить. Ну, пока общими усилиями нам удалось запинать первую волну. Переходим ко второй. Кто здесь у нас? Футы, Маусер и Роботы Крэнга. И да, друзья, я сразу же усиливаю атаку нашего отряда. Благодаря ярости Рафа. Вот теперь наши герои сумеют наносить более серьезные повреждения. И сразу же пытаются забросать врагов сюрикенами. Есть. Вот просто шутя, Донни уничтожен вторую волну. Вот, третий, правда, это уже не получится. Хотя, давайте-ка, не будем рисковать. Вот, используем дымовую бомбу Микеланджело. Бросок-взрыв есть. Первый фут уничтожен. А дальше я подключаю особый утар левый из мультика. Превратившись в стальной торнадо, он уже выбивает большую часть врагов. Рок стоит жив, но опять же ненадолго. Сплинтер бьет по язвимым точкам и добивает противника. Ну вот, друзья, я считаю, это только благодаря тому, что мы усилили атакующие способности нашего отряда. Благодаря ярости Рафа и мы продолжаем битву. Еще один мощнейший удар Рафа. Бьет с разворота Саи. Снимает часть жизни. Но ее про защиту не стоит забывать. Донни активирует свой энергетический щит. Проявляется дополнительная защита вовремя. Вот манипулятор пытался уничтожить сплинтера. Не получилось. Вот, но подлечить к герою было бы неплохо. Вот поэтому пусть Микеланджело перекусит пиццей. Тем самым восстанавливая жизнь нашего отряда. Вот просто-просто супер. Отлично. Итак, Лео наносит мощный удар. Вот, медитацию сплинтера, восстанавливающую здоровье, я пока приберегу. Хотя, вот пусть сплинтер тоже помедитирует. Правда, усилит наш отряд, а не подлечит. Итак, пытается что-то сделать манипулятор. Но наши герои понемножку с ним снижает уровень его жизни. И надеюсь, что Раф сейчас нанесет мощный удар. Да. Раф добивает манипулятор. И мы переходим к шестой волне. А вот здесь уже, друзья, придется серьезно сыграть. Так, что я могу сделать? Ну, давайте-ка, друзья, я попробую выбить шредера классического. Нельзя им позволять, призывать помощь из-за нового измерения. Да. Проходят наши удары. Шредера удалось запинать без проблем. Давайте-ка добивать бибопа. Отлично проходят и эти удары. Удар по язвенным точкам. И да, сплинтер добивает бибопа. Кроме того, друзья, обновилась способность. И Микеланкела сразу же прокачивает уклонение. Вот, кстати, очень большая куча у нас положительных эффектов. Баффов. Вот поэтому у врага нету шанса. Кроме того, Раф вызывает врагов на бой. Заставляя атаковать только него. Вот, ну а мы тем временем пытаемся справиться с Роксиди и Крэнгом. Ох, как здорово. Раф отвечает на вражеские атаки, контратакуя. Ну, а тем временем Микки, используя дымовую бомбу, пытается добить Роксиди. Пока как-то неудачно. Тем не менее, ударом Катан с разворот Лео добивает противника. Отлично. Итак, остался только Кран Костилосический. Вот, Сплинтер бьет по язвимым точкам. Враг выживает, но Микки добивает противника. И мы переходим к финалу. Финальный бой с гигантским глазом Технодрома. Вот он, вот он, вредный глаз. Где-то как-то трансформируется, открывается. Вот, что ж, нам нужно усиление. И Лео сразу же, используя медитацию, усиливает наш отряд. Вот, а Сплинтер наносит мощнейший удар Катаной. Причем, тайный Катан из первого удара снимает половину здоровья. Так, суп, круто. Вот, Раф ударом Сайс Разворота. Это тоже снижает жизнь вражеского Технодрома. И нам осталось только нанести добивающий удар от Дони. Итак, Дони пытался забросать Сюрикенами. Не получилось. Вот, вражеский Технодром выжил. И я в шоке. Смотрите, как он здорово контратаковал. Снял половину жизни. Тем не менее, Раф контратакуя ударом с Разворота Сайс добивает противника. И это приносит нам победу. Просто, просто супер. Ну, что ж, хороший бой. Хорошая битва. Вот, бой мне понравился, друзья. Вот, и наша награда. Это ДНК Крэнга классического. Что ж, друзья. Испытание усиления Технодрома пройдено. На этом я с вами сегодня уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях. Понравилось, не понравилось видео. Вот, и конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте правым верхним углом на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч.